Съемка видеофильмов не запрещена, законодательство, поэтому мы работаем. Мужские сережки модны в этом сезоне. Сразу же, тут очень много интересных растений, но сейчас я не понимаю, что вы говорите. Ну что, дядя Шарик, готов начать фотоохоту? Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в Ботаническом саду Петра Великого. И с нами наш любимый эксперт Александра Волчанская. Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить про рододендроны. В саду уже начали цвести в открытом грунте первые рододендроны. Мы сейчас стоим у красивого куста. Я надеюсь, что Александр нам расскажет, что это цветет. Да, это один из первых распускающихся рододендронов. В данном конкретном случае это рододендрон остроконечный или рододендрон макронулят. Но в широкой публике они больше знакомы под названием рододендрон лидебур или рододендрон цихотинский. Все дело в том, что это несколько видов, которые различаются ареалами в первую очередь. То есть они существуют в природе на изолированных территориях друг от друга. Поэтому в природе они не гипертизируют. Но как только они попадают в культуру, соответственно, они переопыляются. И сеянцы чаще всего уже имеют признаки гибридные. Поэтому четко назвать какой-либо вид всегда затруднительно. Нам больше всего интересно, насколько растение зимостойкое. Вот этот вот как раз таки красавец абсолютно зимостойкий. Он способен выдерживать температуру до минус 30 градусов. Потому что вся эта группа, вся эта секция рододендронов, так называемая рододендронная секция Азолиаструмы, они все живут в природе в достаточно суровых условиях. Например, Высокогорье и Алтая, Тихоте и Алине. То есть они действительно самые-самые зимостойкие рододендроны. Самые, пожалуй, нетребовательные в уходе. И совершенно беспроблемные для садоводов и любителей. Ну, минус 30 это зона, третья зона морозостойкости. Это вообще совершенно прекрасно. Не требует укрытия никакого. И я так понимаю, что он еще очень рано цветет. То есть сегодня у нас 1 мая, а он уже цветет, мне кажется, не первую неделю. Да, да, да. Но для некоторых садоводов это бывает, например, недостатком. Потому что многие садоводы, наоборот, выезжают только на майские праздники, на дачу, как мы это знаем. И вот активный сезон начинается уже после 9 мая. И они не застают цветение этих красавцев. Но те, кто живут на приусадебных участках круглогодично, конечно же, эти растения первые скрасят монохромность весны. Пожалуй, из древесных растений они самые яркие. Ну, вот это в апреле, когда у нас кроме хвойных никаких ярких пятен в саду нет, то это совершенно роскошное. Прекрасное, да. Например, они поддержатся прекрасно форзицией, которая тоже цветет достаточно рано. Хорошо. А скажите, что еще из рододендронов можно застать на пике цветения в такое время года, апрель-май? Ну, и, пожалуй, еще из самых ранее цветущих вечно зеленых рододендронов у нас есть такой интересный экзот, как рододендрон море. Но длительный период его испытания на питомнике показал, что он достаточно слабый зимостовик. Просто в силу, как мы уже не раз с вами встречались и говорили об аномально теплых зимах, наступивших сейчас в Санкт-Петербурге, вот сейчас рододендрон море чувствует себя прекрасно, регулярно цветет, не омерзает и достигает уже двухметровой высоты некоторые экземпляры. Ну, то есть, если микроклимат участка даже в Ленобласти позволяет себе, то можно попробовать. Выращивать его от холодных ветров, выращивать с правильной агротехникой, то, в принципе, попробовать можно. Ну, совершенно потрясающе, там огромные цветы, вот саму вообще габитус растения. Да, крупные соцветия, он, конечно, прямо нереально красив. Рододендрон ледебура. Я видел, что он у вас там тоже цветет. Да. Ну, принципиально отличаются они, скажем так, в условиях культуры, их можно разделить по листопадности. Рододендрон ледебура считается не листопадным рододендроном. То есть, он уходит в зиму, сохраняя вот эти вот мелкие листочки практически полностью. А вот микронуля там теряет практически 90% листвы и зимует обнаженным, только с цветущими почками. Это, пожалуй, вот, скажем так, видимые визуально непрофессионалам признаки, по которым можно различить эти рододендроны. Ну, вот сейчас, да, систематики постоянно что-то меняют и что-то причисляют к азалиям, что-то к рододендронам. Постоянно происходит какая-то путаница. Многие считают, что, например, азалии – это исключительно оранжерейные растения, которые в открытом грунте не зимуют. Но я, насколько понимаю, что сейчас достаточно много интересных сортов вот этих вот листопадных азалий, которые, не знаю, считаются сейчас рододендронами или нет. Все равно, с точки зрения систематики, это все один род рододендроны. Путаницу унес сам Карл Линей. Это он первый описывает род азалия до описания еще рода рододендрон. К нему она относит 5 видов, в том числе, например, рододендрон желтый, который мы сегодня знаем. Он ее называет азалией желтой. Вот отсюда вся эта путаница и пошла. В принципе, у нас в России, да, традиционно мы называем азалией то, что выращиваем в комнатной культуре. Это чаще всего гибриды рододендроны Симси, рододендроны, родина которого Индия. То есть это слабозимостойкие рододендроны. А вообще, насколько я знаю, вот садоводов-любителей в Финляндии, например, в Швеции, в других европейских странах традиционно азалии называют то, что получено путем селекции человеком. То есть когда мы с вами приобретаем на питомниках уже гибриды, выведенные путем скрещивания, заведомые программы, да, не случайные какие-то выхлесты, то как раз-таки мы имеем этикетку азалии. Это касается всех рододендронов, которые выращиваются, как комнатно, так и в уличной культуре. Ну вот из этих листопадных у вас что-то сейчас уже зацвело? Нет, это еще рановато, рановато, да, конечно. Чаще всего они одновременно с распусканием листьев, это будет чуть попозже. Чуть попозже? Это буквально на этой же неделе, только в конце, наверное. То есть мы еще приедем, снимем и расскажем о них в отдельном сюжете, а сейчас, я понимаю, на пике цветения у нас форзиция. Да, и она составляет прекрасную пару, как раз-таки рододендроновую, яркую и активную. Пойдемте к ней и расскажем о форзиции. Вы вновь на канале Европлант Лайф. Сейчас мы с Александрой Волчанской переместились к замечательному кусту форзиции. Он уже, как я понимаю, у нас отцветает? Нет, вот этот как раз-таки экземпляр еще, можно сказать, в полном цветении. Он просто один из сортов, который полностью не раскрывает свои колокольчики, поэтому он выглядит так достаточно экзотично. Ну, вот огромное количество сортов сейчас появляется, и, наконец-таки, у нас форзицию стали использовать в городском озеленении. Она вот в спальных районах, во многих ее сажают. Она раньше использовалась, так скажем, единично, недостаточно. Но, опять же, в силу того, что климат становится теплее, потому что все-таки форзиция европейская, которая традиционно лежит в основе всех сортов, она обмерзает. Вроде на ее Балканы все-таки, да, поэтому, конечно, нельзя сказать, что она способна выдерживать какие-то экстремальные зимы. У меня вот, к сожалению, все ветки, которые не под снегом, они не зимуют, поэтому цветет только вот то нижний какой-то ярус, верхний стабильно вымерзает. А цветет ведь она на побегах прошлого года. Да, да, конечно, цветочные почки закладываются для столь раннего цветения именно предыдущее лето, и условия должны быть благоприятны. То есть, должно быть достаточно солнечное лето, и побеги должны вызреть. Рекомендуют, конечно же, на приусадебных участках все-таки пригибать кусты форзиции, пришпиливать их, может быть, укрывать лапником или плотным нетканым материалом. Ну и основное, пожалуй, условие для выращивания, агротехническое условие для выращивания форзиции, это обеспечить ее хорошим дренажом. Она очень не любит застоек грунтовых вод, очень не любит плотных почв. Поэтому почва должна быть достаточно воздухопроницаемой и влагопроницаемой тоже. А какие-то, может быть, конкретные сорта сможете посоветовать нашим садоводам? У нас не так много, к сожалению, сортов испытывалось на территории ботанического сада, поэтому новинок сейчас очень много, поэтому даже не буду вводить в заблуждение. Я считаю, что, в принципе, пробовать можно все. Главное – набраться терпения и пытаться. Ну, вот да, к сожалению, у нас наши садовые центры и питомники часто вводят людей в заблуждение, говоря, что вот эти вот растения прекрасно зимуют, а оказывается не так. И многие вот такие раны, цветущие кустарники, они оказываются у нас в зоне риска. Ну, мне кажется, что вот перспектива озеленения города, форзиции, была бы, мне кажется, прекрасной. Мне кажется, в городских условиях, вот даже Санкт-Петербурга, она перезимовывает практически вся. Да, и недаром ее любят, в общем-то, во всех европейских странах. Мы знаем, что очень много можно форзиции встретить в той же самой Риге, да, хоть там, может быть, чуть помягче климат. Ну, действительно, очень любят, потому что это яркий акцент, весенний акцент, при практически отсутствии листвы и ярких пятен каких-то в городе, дает такой яркий, объемный цвет, который как раз-таки формирует ландшафт. Это, конечно, очень важно. Это не только многолетники, которые покрывают газоны, но и тот самый объем, который необходим саду и ландшафту. Ну, вот я мечтаю, что у нас в Петербурге было бы действительно такое красивое весеннее озеленение, когда будут цвести вишни-сарженты, сакуры. Да, да, хотелось бы. Какие еще, как вы думаете, можно было бы посоветовать для городского озеленения кусты? Я понимаю, что рододендроны, наверное, в условиях загазованности города будут не очень хорошо, наверное, себя чувствовать. На самом деле, листопадные рододендроны вполне могут чувствовать себя достаточно прилично, потому что многие из них даже не настолько требуют кислотности почвы, конечно, требуют кислой среды именно, но есть виды и сорта сейчас, которые вполне можно высаживать и в городском озеленении. Есть другой вопрос и момент. Чем ярче декоративнее цветет кустарник, тем, к сожалению, больше опасны того, что недолго он будет цвести на этом месте. А вот так вот? Воруют иногда у нас, и это до сих пор не редкость, даже в ботаническом саду. Ну, да, к сожалению, такая проблема присутствует. Расскажите немножко еще по уходу, по агротехнике, по обрезке, например. Очень благоприятный, да, кустарник, он как раз-таки из форзицы можно выращивать даже живую изгородь, которая совершенно роскошно цветет. Можно стричь в шарик, можно заняться топиарным искусством с ней. То есть, действительно, очень благоприятное растение. Застригут его уже после цветения. И укорачивать даже рекомендуют, настоятельно рекомендуют, более чем на половину длины побега. Это позволяет расти новым, молодым, крепким побегам, на которых сформируется здоровое большое количество цветочных почек. Размножается она вегетативным способом? Черенкуется достаточно легко. Именно примерно в сроке до 20 июня молодыми побегами ее вполне полуодревесневшим можно... Ну вот у меня в этом году форзиция вырастила корни прямо на ветках, которые были у земли, у самой. Я начал их поднимать. Расти это можно тоже, отделяя подобным образом укорененную ветку, может размножиться. Ну вот я видел, замечательно ее в разные формы стригут. То есть, в принципе, можно ее использовать для таких очень красивых, ухоженных садов. Да, очень интересные идеи можно получить, конечно же, именно из форзиции. То есть, можно сделать из нее и шарик, и кубик, и все это будет? Да, и садовый диван можно выстричь. А главное, что все это будет ярко цвести. Это действительно очень декоративный аспект для сада. Спасибо. Александра, посоветуйте какие-то сорта все-таки форзиции, которые стоит поискать нашим садоводам, чтобы растение действительно хорошо зимовало, не вымерзало, радовало цветением каждый год. Ну, пожалуй, из таких вот самых любимых мной сортов, которые представлены у нас в ботаническом саду, это очень крупноцветковые, яркие, с лимонно-желтыми цветками. Сорт Ленголд есть такой. Действительно, очень крупные цветки, пожалуй, раза в два, в три больше, чем на представленном экземпляре. И цвет малость, скажем, нежнее лимонно-желтый. И есть еще такой замечательный сорт, как Беатрикс Фердинанд, который радует обильным цветением, потому что соцветия формируются очень крупные. То есть он тоже становится, скажем так, намного пышнее и ярче выглядит. Спасибо! Смотрите канал Европлант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова